после снятого прошлогоднего выпуска мы не могли просто не участвовать в этом прекрасном мероприятии нигде нет мире такой сильной и качественной пшеницы как у нас твердая пшеница сегодня по стоимости равна с ценой подсолнечка в два раза дороже яровой пшеницы последние три года мы наблюдаем у себя ветровую эрозию весной в апреле 0 миллиметров мои 10 миллиметров мы с этого года с краснодарским институтом лукьяненко совместно выпускаем новые сорта комбайн покажет уберем посмотрим мы восточно-казахстанской области глубоковский район село солнечное и как вы поняли по инсталляции на фоне нас приехали мы посетить день поле который проводит опытное хозяйство масличных культур после снятого прошлогоднего выпуска мы не могли просто не участвовать в этом прекрасном мероприятии где наука сводится с практикой воедино если вам интересно не отводите взгляды от экранов и пойдем посмотрим друзья со мной рядом фарид кумашич вы его и так все знаете вот именно к нему на поля опытного хозяйства масличных культур мы сегодня приехали фарид кумаш как у вас дела в этом году как урожай как в целом вы в этом году заклали здесь опыт и по вашим новым семенам расскажите пожалуйста как как получился ли тот результат который вы ожидали и в целом про ситуацию но в целом ситуация восточно-казахстанской области в этом году неординарный год но как обычно как каждый год в общем-то у нас у крестьян каждый год не совпадает с предыдущим в этом году у нас была экстремальная жара в апреле и в мае 35 38 градусов из-за этого у нас азимы очень сильно пострадали но из-за этой жары как раз окушение было окушение состоялось и конечно в результате мы получили более низкий урожай от того что мы привыкли к чему сегодня мы пока убираем его в пределах 30 от 30 до 40 центнер с гектара для кого-то это цифры кажется фантастичными для нас это низковатые потому что мы привыкли по азимам получать не менее 50 центнер с гектара но к сожалению так сложились погодные условия поэтому мы имеем то что мы имеем сегодня а яровые в этом году как раз таки напротив удачно получили дожди в нужную фазу и так далее и поэтому мы так прогнозируем что урожай будет за 50 центнер с гектара в этом году по яровым это касается всех яровых колоссовых и чмень у нас неплохой стоит и пшеница неплохо стоит вот мы с этого года с краснодарским институтом лукьяненко совместно выпустить выпускаем новые сорта называется не дань керемет что и по смыслу и по звучанию очень неплохо звучит и вот сейчас мы находимся как раз недалеко вот рядом с этими делянками сейчас я буду идти рассказывать коротко о том что нам в нашей науке отечественной удалось достичь за это время ну вот с левой стороны мы видим альтаир сорт это интенсивного типа он полукарлик как мы видим рядом стоящий барыс он выше ростом интенсивного типа сорт он позволяет получать до 80 центнеров с гектара но по крайней мере мы такие получали на отдельных полях и в делянках и так далее потенциал его генетически ну в принципе до 100 центнеров он по идее существует если будет полив можно получать вот барыс наш лидер продаж он мы до полутора тысяч тонн его продаем ежегодно она активно продается сейчас у нас и в регионах не только восточно-казахстанской области но в целом по казахстану и дает высокий урожай очень хороший сорт и он новый один из новых сортов поэтому думаем что за ним неплохое будущее альтаир если более интенсивного типа то этот сорт он прощает многие ошибки нашим агроном и так далее и вниз соль требовательны к питанию кормлению и так далее кто меньше удобрений применять в принципе для них это вполне нормально вот у нас есть вот он сорт дань который я только что сказал это наш перспективный сорт новейший он еще проходит из питания настоящее время его еще нету в свободной продажи двадцать четвертом году надеюсь что мы зарегистрируем и выдадим на уже реализацию а вот сорт керемет который мы сейчас проходим это тоже сорт который наш совместный с компанией центр зерна имени лукьяненко он позволяет получать высокий урожай и обладает за сухоустойчивостью и высоким качеством зерна самый главный идеальный керемет это те сорта которые сегодня только проходят испытания еще у нас сегодня они не скажем зарегистрированы но двадцать четвертом году они выйдут на свободную продажу и это в этом мы видим большую перспективу если мы говорим о перспективе дальнейших то очень перспективно интересно оси сегодня твердая пшеница потому что твердая пшеница сегодня по стоимости равна с ценой подсолнечка в два раза дороже яровой пшеницы в силу разных причин и высокий экспортный потенциал сегодня вот ясенка пшеница твердая пшеница яровая краснодарского центра зерна лукьяненко она обладает всеми качественными параметрами такими конкурентоспособны очень по стекловидности по желтизне там и прочим параметрам которые есть для твердой пшеницы она очень конкурентоспособна и самое главное что она подсоединяется и семена доступные и позволяет крестьянам с одного гектара получать выручку в два раза большую в сегодняшних ценах чем с мягкой пшеницы и самое главное по ней спрос просто ну огромный касательно вот здесь мы говорим тритикали яровой все большая линейка зима тритикали у института зерна лукьяненко но сегодня все спрашивали яровой потому что в казахстане в основном все занимаются яровыми а зимы и мало кто занимается по этой причине у нас вот сегодня тритикали яровой эту целая линейка из четырех сортов представлена которая позволяет получать до 100 центнер из гектара а зимы тритикали дает до 160 центнер из гектара это абсолютный рекорд в зерновых культурах эта культура дает вот из я имею ввиду из пшеницы например вот этого класса злаковых культур кукуруза конечно повыше дает зерновая культура но все-таки самое лучшее сегодня тритикали пока ничего нету соя нашей селекции я хочу сказать что очень важно для сои в нашем регионе в казахстане это сроки созревания потому что это очень критично сроки созревания нашей сои ультра скороспелой от 89 до 98 дней разные сорта вот мы здесь представлены у нас но самое главное что она созревает в одни сроки с пшеницей до требований по влаге конечно же повыше по сои но и маржинальность ориентабельность другая кроме того соя она землю лечит можно так сказать и удобряет после нее дополнительно можно получить прирост урожайности 20-25 процентов на зерновых вот здесь сорванное растение как раз видно замечательно видно как где находится крепление нижнего баба вот видите здесь грунт и здесь соответственно и вот крепление баба здесь 10 сантиметров но 10-12 основные бабы расположены выше что позволяет убирать это обычной жадкой без дополнительных жадок специальных бобовых и так далее прямым комбинированием убирать и снижать потери соя формирует хороший урожай у нас наша соя за 8 лет сколько мы и занимаемся уже дает урожай самые жесточайшие условиях засухи от 14 до 38 центов с гектара на без полива на богоре формирует такой урожай поэтому я думаю что это очень перспективная культура теперь если мы говорим про гибриды здесь мы сравниваем гибриды иностранной селекции с нашими гибридами вот тут в на одном поле все видно слева от меня гибриды были вот немецкий гибрид 1 стоит следующий наш стоит байконур это системы clearfield евролайтинг так называемый который сегодня мы на этом гибриде крестьяне кто у нас покупают беру 30-35 центнеров с гектара не уступает иностранным гибридом среднем конечно местами мы кто-то берет у нас на востоке и 40 и более я хочу сказать что генетический потенциал сегодня наш мы сравнялись с иностранцами вот рядом стоит неума это фран сингентовский гибрид и если мы говорим что сегодня потенциал наших подсолнечника сегодня таков что мы даже в отдельных регионах мы обогнали иностранцев по урожайности по выходу масла я вот только что общался с одним актюбинским крестьянином он посеял на одном поле в прошлом году посеял сингенту пионер и наш гибрид и он говорит о том что первое но наш превзошел я не буду цифры называть скажу что по нашему взял 22 центнера и это было выше чем иностранные гибриды про их я не буду говорить и он сказал что содержание масла в нашем нашем гибриде было на два процента выше вот два показателя урожайность и содержанием выход масла эти показатели очень существенно делают экономику как самому крестьянин кто вырастил этот урожай так и перерабатывающему предприятию кто купил у него этот урожай выход масла это важный показатель для любого маслоэкстракционного завода вот наш хит продаж батерик с этот гибрид сегодня у нас бьет все рекорды я вот сейчас только что рассказал про 22 центнера которого актюбинской области вот это именно он именно он сегодня у нас формирует скажем так спрос на него в два раза минимум превышает предложение то что можно предложить но мы этим работаем будем увеличить на следующий год еще площади и выходит у нас новый гибрид уже этой серии экспресс то есть устойчивые сульфанил мочевини гибрид который позволяет получать экспресс так называемые технологии которые позволяют получать высокий урожай и конкурентоспособен с иностранцами вполне соизмерим и даже в некоторых позициях бьет я вот уже то что это сказал а Рамзин Серик, это главный агроном ОХМК. Рад видеть, рад знакомству. Мы общаемся с знакомыми по телефону, в Инстаграме. Это классно, комьюнити, будьте там активными. И при встрече уже язык будет более такой ближе, да, общение будет ближе. Так что один раз увидим, что раз услышим. Не говорю. Серик, мы знаем про урожай, про труды, про результаты ОХМК. С каждым годом они лучше, лучше, лучше. И видеть главного агронома в таком передовом предприятии, столь молодого, как ты, это для многих будет шоком. А вот я не удивляюсь, мне это очень приятно, что есть такая вот включенность в работу, энтузиазм. Вот сразу в разговоре можно понять, что ты любишь, да. И ты говоришь, да чем-то где я лучше в поле. Конечно. Ну, вот это классно, так что я вот этого энтузиазма всем вообще желаю. Скажи, пожалуйста, в целом какая у вас технология? Ну, все в оборот. Я знаю, вы ближе уже к нулю двигаетесь. Ну, все в оборот, в классическом понимании, вот как советская, там 4-х полка, 5-х полка, как такового понятия у нас сейчас нет. Есть понятие плодосмен. Стараемся сеять культуру так, чтобы один год была стержневая корневая система, а следующий год мочковатая. И меняем. То есть это важно для того, чтобы работала вся биота, работала корневая система на разных глубинах. И, соответственно, брала элементы питания влаги тоже с разных глубин. Потому как, если заниматься монокультурой, корневая система на одном и том же уровне, и все элементы питания влагу она оттуда выносит. И поэтому идет снижение урожая. Поэтому в советское время применяли такую систему, как зернопаровая система и так далее. У нас же паров в производстве нет. У нас паров в хозяйстве 16 гектар из 7 тысяч пашни. Это делается для науки. Потому что в науке, в селекционной работе очень важно иметь сортовую частоту. Поэтому идет азимая пшеница. Здесь вот мы находимся на поле 100 гектар. Здесь 6 полка. Расположено 6 культур. Идет севоборот такой. Сидеральный пар. Опять же, никакой отвальной вспашки. Ресурсосберегающей, влагосберегающей технологии. То есть с осени это безотвальное орехление на глубину 30-35. Весной закрытие влаги, внесение удобрений, посев. И севоборот такой. Сидеральный пар. По нему идет азимая пшеница. После азимой пшеницы идет подсолнечник. После подсолнечника ячмень. После ячменя яровая пшеница. Далее идет соя. И у нас таким образом идет ротация севоборота. Поэтому каждое поле, где мы сейчас находимся, это азимая пшеница. 16 гектар. И каждая культура по 16 гектарам у нас занимает. Производство уже у нас 13 культур. Самая главная наша культура это подсолнечник. Вторая на очереди это корова молочная. Потому что отсюда вытекает силос кукурузный. Отсюда вытекает многолетняя бобовая трава. Люцерна, эспорцет. Сейчас вот завезли мы доник. Это уже как такая фишка для того, чтобы убрать кукурузу как из монокультуры. Потому как кукуруза в монокультуре очень сильно разрушает структуру почвы. И соответственно агрегаты, почвенные агрегаты становятся неустойчивы к эрозии, к ветровой. Последние три года мы наблюдаем у себя ветровую эрозию весной. Апрель-май очень сильные ветра, нетипичные для нас. И она очень, весна очень сухая. С положительными высокими температурами в апреле. Если взять еще пять лет назад, то у нас апрель-май это было, мы ходили еще в зимних фуфайках. До конца посевной, до конца мая мы были еще в зимней одежде. Сейчас мы в апреле, бывают такие дни, что ночью плюс 26 градусов. Соответственно наши почвы, по уме в составу это суглинок, тяжелый суглинок. То есть это присутствие, большое присутствие процент глины. А глина она что? Когда попадает в такие жесткие условия в апреле, когда есть еще какая-то влага, высокая температура, она спекается, почва заплывает. И очень трудно развиваться в корневой системе. И там неважно, вносит ли удобрение или нет, здесь лимитирующий фактор именно влага. То есть почва становится кирпичом, по сути. Да, почва, правильно, почва становится кирпичом. Вот как в печи запекают глину, так она и становится. Но на почвенные условия в нашем регионе жаловаться нельзя, потому что у нас средний балбонитет, так возьмем, это вот старый, чтобы для всех было понятно, понятно. Средний это 45 баллов, но есть поля и 30, есть поля и 70. Поэтому жаловаться нельзя. Средне многолетнее количество осадков здесь считается 420 миллиметров. Но за вегетацию, вот сейчас на данный момент, почему-то зимой пшеницы мы видим, она достаточно низкорослая. Это нетипично для сортов этих. Даже те высокорослые сорта, которые предназначены для зеленой массы, на сенаже, они даже выросли не такой высоты, как заявляют оригинаторы. Все почему? Потому что в апреле 0 миллиметров, в мае 10 миллиметров. Вместо того, что у нас по среднему многолетнему, в апреле-май у нас должно быть как минимум 70-80 миллиметров. Выпало 10. То есть это уже отклонение. В июне у нас 66 миллиметров, поэтому у нас яровые смотрятся в этом году лучше. Третий год подряд такая одна и та же система получается. Третий год подряд вы наблюдаете эту картину? Да, смена климата одна налицо. Даже мой небольшой опыт, хотя уже 10-й год поле, здесь работаем уже 10-й год после окончания университета, и практику здесь прошел, и все. Пять лет назад совсем были условия другие. Даже на мой небольшой опыт, общаясь со старожилами, с нашими, допустим, наш заслуженный агроном, наш местный, у которого и в том числе я учусь, Митрофанов Николай Григорьевич, он говорит, что климат изменился насовсем. И к чему это ведет вообще в целом? Это ведет к тому, что мы должны приспосабливаться по технологии. То есть отвальная спашка уходит на нет, приходят сюда, даже вот соседние хозяйства говорят, что они уже весной не культивируют, они закрывают влагу и сеют. Это говорит о том, что лишние обработки на поле – это минус урожайности. Это приводит к тому, что мы вынуждены идти в тему ноутилы. То есть даже в вашем регионе с таким прекрасным балбанитетом, с 450 мм осадков, вы вынуждены сохранять влагу? Да, мы ее вынуждены сохранять. И менять технологию для сбережения ее, правильно? Да. И менять технологию – это не просто так, что ты захотел и поменял. Это вот мы видим на фоне все эти сейлки. Это Бурго прямой посев монодиск, Джон Дюр монодиск. Сегодня пропашная сейлка пришла, которая по прямому посеву. То есть традиционных сейлок, которые сеют только по паханому, уже у нас в производстве нет. Все круто. Где мы сейчас находимся? Вот мы находимся на селекционном поле, где на нашем фоне расположены демонстрационные посевы краснодарской селекции озимых сортов пшеницы. Здесь мы высеваем материал, который приходит нам непосредственно с Краснодара, от оригинатора. Мы этот материал высеваем. Сейчас в конце июля, начале и августа уберем, произведем обмолот, подсчет, урожайность. Те, которые провалились, сразу вычеркиваем. И сообщаем оригинатору, что эти сорта по условиям 2022 года провалились. Даже здесь стандарты старых советских времен. Это те сорта, которые здесь районированы. Выбираем лучшие. Заказываем объем оригинальных семян с Краснодара. Размножаем. Продаем фермерам. Так, сколько сортов примерно? И твое мнение по сортам? Сортов у Краснодарского института… Вот в этом году хотя бы? Да. Вот в этом году здесь больше 12 сортов, около 15 сортов. В производстве же у нас всего идет 6 сортов. Потому как семеноводство мы занимаемся в производстве порядка 1100 гектаров у нас в этом году в ОХМК. Еще около 600 гектаров во втором хозяйстве. Быструха Астана тоже имеет статус элитно-семеноводческого по азиму пшеницы. Поэтому они тоже продают семена. И идет в линейке 6 сортов. Почему 6? Почему не 2, не 3? Во-первых, мы имеем возможность реализовывать семена на юг Казахстана. Традиционную зону выращивания азиму пшеницы именно на Багаре, на орошении. Они очень хорошо. Они даже практически на одной широте находятся в Краснодаре. Поэтому там эти сорта очень себя хорошо показывают. И по засухе, и устойчивости, и по устойчивости болезням. А если там есть орошения, то эти сорта дают очень прекрасный урожай. И самое главное, там получается качество. Поэтому мы занимаемся на сегодня на продажу. Будем иметь 6 сортов. Мои любимчики это Этнос, это Гром. Нравится мне, ну, наверное, из новинок, наверное, классика. Будем ориентироваться к нему, присматриваться. Но опять же, Сабербаш хорошо себя показывает. Комбайн покажет, уберем, посмотрим. Все ясно. А что-то из новых сортов, которых вы здесь видите, на работы уже на своей производственной площаде, планируешь? Да, здесь, наверное, скорее всего, это будет Граф. Скорее всего, это будет Герда, из тех, которые мы не сеяли в производстве. И еще есть сорт Маркиз. Очень хорошо себя в этом году показывает. Я думаю, что он побьет все сорта по урожайности. Это уже, которые на площадях у тебя? Да, это уже есть. А что из делянок ты... Ну, здесь Граф, скорее всего, отсюда возьмете. Отсюда возьмете? Да, да. Здесь еще есть сорт Ритикали Азимы. Вот он самый... Вот он сейчас. Да, это зерновое направление. А там вот самый последний слон. Это у нас именно кормовое направление. Сенаж силос. Он, видите, высокорослый. Ну, по этому году он не такой. Но вы его должны были скосить, это просто для того, чтобы... Нет, на данном участке это размножение. Я вот эти семена в этом году сейчас возьму и сразу же протравлю и буду сеять в конце августа себе уже. Сергей, скажи, пожалуйста, ну, пару слов для молодых ребят, которые хотели... Ну, не то, что хотели бы, которые ищут себя в жизни в целом, да, которые, может, только где-то знакомятся с сельским хозяйством. Нужно ли идти в сельское хозяйство? Если нужно, зачем, почему? Ну, и что им здесь ожидать? Ожидать тяжелого труда, терпения первые лет, наверное, 5-6. 10 лет надо для того, чтобы научиться чему-то в одном хозяйстве. Если ты планируешь прыгать с места на место, то это лучше не иди. Потому что для того, чтобы понять местные агроклиматические условия, при... ловчиться к срокам сева, к нормам высева, какие сорта, для этого профессиональному агроному, вот, допустим, сейчас завозят из-за границы, минимум надо года 3, а то и 5. А для молодого зеленого, который только с университета вышел, ну, нужно как минимум, ну, хорошие года провести здесь, чтобы что-то иметь. Поэтому молодежи, какое же пожелание? Решение каждого, в сельское хозяйство идти надо. Допустим, когда был карантин в 20-м году, все дороги были закрыты, карантин показал, кто нужен. Агрономы, зоотехники, полицейские, пожарные, медики. Учитель не нужен, юрист не нужен, все дома сидели. Мы же, ферберы, ездили по городу с красным этим значком. Все у нас допус был, весеннюю полевую работу мы провели без... препятствий. То есть, коронавирус, который был, не было никогда в истории училась, показал реально, что пока человеку нужно есть, вылечиться и его должны защитить, вот эти специальности нужны. Ну, это лично мое мнение. Они всегда будут в тренде, да? Они всегда. Пока мы хотим кушать, никуда не денешься. Большое или будущее за сельским хозяйством Казахстана? Сельское хозяйство Казахстана, по моему мнению, даже на 30% не реализовывалось. Нереализовано. Потому как мы хоть и говорим, что у нас очень жесткие условия. Да, это зона вискованной земледелии и тому подобное, но у нас есть большой потенциал в животноводстве. И растения в водстве должны быть в язвке с животноводством. Тогда у нас будет успех. Нигде нет в мире такого экологически чистого и вкусного мяса, как у нас. Нигде нет в мире такой сильной и качественной пшеницы, как у нас. Это наш бренд, мы этим должны пользоваться. Друзья, хлеб всему голова. Если вы хотите видеть на своих полях такие прекрасные урожаи, ездите, общайтесь, дружите, знакомьтесь, меняйтесь опытом. И однозначно это все отразится на ваших полях и на ваших урожаях. И безусловно, подобные мероприятия заряжают, дают энергию, знания. И мы призываем вас присоединиться к нам, к нашему маршруту. Давайте чаще видеться подобных экзентов. И, конечно же, подписывайтесь, ставьте лайки и не забудьте нажать на колокольчик. Ухренка! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!